Начинал свою криминальную карьеру молодой паренек по имени Саша еще в позапрошлом году, особенно развернулся в 13-м. В достаточно глухих местах района гор Рощи по ночам он выходил на тропу войны. Причем эту самую войну объявлял исключительно женщинам, потому что их и напугать, и ограбить гораздо легче, чем даже подгулявшего, припозднившегося мужичка. В период с 26 августа 2012 года по 10 марта 2013 года в ночное время на территории железнодорожного района города Рязани житель этого же района Кривоногов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил пять нападений на возвращавшихся домой девушек. Применяя физическую силу к потерпевшим и используя в качестве оружия нож, которым он причинял девушкам телесные повреждения, Кривоногов похищал их имущество, насиловал и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Грабежи и насилие до поры сходили преступнику с рук, а потому он наглел все больше, ножиком не только пугал, но и стал пускать его в дело. Закончились такие криминальные опыты закономерно. Очередная жертва, раненая Сашей в шею, не дошла нескольких метров до квартиры и скончалась на руках соседей. А задержали грабителя и убийцу 8 марта прошлого года. Такой вот получился подарок от полиции напуганным Рязанком. Рязанский областной суд признал гражданину виновным и по свободности преступлений назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Интересно, что, как позже выяснили журналисты рязанской комсомолки, ничего подозрительного и предусудительного в поведении 23-летнего Саши ни родные, ни соседи не видели. По месту жительства его характеризовали удовлетворительно. Тихий, незаметный, не буянил, не дрался. Ну а то, что не работал, пил, на родителей с кулаками кидался, так это, дескать, пустяки. Дело житейское, семейное.